Медаса известна из сборника древнегреческих мифов и стала в языке нарицательным. Считается, что это был легендарный фригийский правитель, превращавший в золото всё, к чему прикасался. Однако недавно в Турции археологи нашли сразу несколько захоронений и руин древних городов, которые доказали существование Медаса и его семьи. Теперь происхождение этого правителя задаёт учёным неудобную загадку. В древних текстах сказано, что Медас был сыном богини Кибелы от её главного жреца, обычного смертного. Но кто же такая эта богиня? Кем на самом деле были любвеобильные обитатели древнегреческого Олимпа? Археология продолжает доказывать, что мифы древней Греции вовсе не сказки. С тех пор, как Генрих Шлиман открыл легендарную Трою, учёные постоянно находят в Средиземноморье реальные следы героев античных преданий. И многие из персонажей были непростыми смертными. На Крите обнаружен дворец Миноса, сына Зевса. На Итаке следы Одиссея, внука Гермеса. Дети богов и смертных упоминаются во многих религиях мира. Но такого количества полукровок, как у древних эллинов, нет больше нигде. Что не миф, связанный с Зевсом, то постоянно мы находим какие-то путешествия и приключения Зевса. То с Данай он переспит, то он переспит с Ледой, то с другими представителями земных женщин. Он не упускал возможности Гера, она за него сильно обижалась, но он, собственно говоря, её в расчёт не брал. Он был тем богом верховным, который любил земных женщин, любил с ними погулять и, соответственно, оставить потомство. И Зевс не был исключением. Дети от людей есть почти у всех олимпийцев, кроме девственной Артемиды. Чем объясняется такая любвеобильность античных богов? Неужели им было больше нечем заняться, как рождать потомков от людей? Но что, если те, кого мы называем богами, не являются плодом воображения древних греков? Вдруг они были существами из плоти и крови, которым было жизненно необходимо продолжить свой род? Именно античные авторы первыми написали об исчезнувшей сверхцивилизации Атлантиде. Возможно, греки знали об Атландах, потому что им рассказали боги. Это также нашло свое отражение в мифологии. А если нашло свое отражение в мифологии, то наверняка имеет под собой реальную историческую основу. И те боги древних, которые встречаются в мифологии, тот же Зевс, Посейдон, они могли быть теми же Атлантами. И мы их сейчас ассоциируем с древнегреческими богами, потому что изменилась картина развития Земли к возникновению человеческой цивилизации. Ряд ученых допускает, что люди далеко не первые разумные обитатели нашей планеты. По некоторым теориям, до нас на Земле жило минимум четыре расы. Каждая из них выполняла свою задачу. Когда одна раса заканчивала свою миссию, на смену ей появлялось следующее. Цивилизация на Земле развивалась непоступательно. Снизу вверх всегда, вот как нас учили при диалектическом материализме. Сначала и первовыдный строй, потом, значит, археологические, социальные расстройства. Но, в принципе, и развитие науки, и цивилизации. А что она могла развиваться дискретно. То есть развивалась какая-то передовая цивилизация, потом она гибла в результате катастрофы, и все начиналось сначала. Первая так называемая полярная раса появилась на Земле примерно за 150 миллионов лет до нашей эры. Она обитала на материке в районе нынешнего Северного Ледовитого океана, который тогда находился на экваторе. Философ и медиум Елена Блаватская в книге «Тайная доктрина» пишет, что представители самой первой расы возникли путем уплотнения тонкого мира. Первая раса, самая первая раса, возможно, обладала даже не телесной оболочкой. Я полагаю, что вполне могло быть, что так называемая энергоинформация, посланная кем-то, а может быть зародившаяся здесь, сформировала в энергоинформационном поле тогдашней Земли некие сущности. По версии исследователей мистических учений, на смену пришли гиперборейцы. Как и их предшественники, они были практически бессмертными. Погубить эту цивилизацию смогла лишь крупная тектоническая катастрофа. Древние тексты гласят, что причиной гибели гипербореи стали судороги затвердевания планеты и смещения великих вод. Их потомки лемурийцы, легендарная третья раса, пришли на материк Лемурия, который включал в себя часть современной Африки, Австралию с Новой Зеландией, Мадагаскар и Цейлон. Первые лемурийцы не имели пола, точнее, несли в себе черты обоих полов. Разделение на мужчин и женщин стало следующим шагом их эволюции. Женщину можно назвать, что она была все-таки первой, вперед немножко, потому что у тогдашнего существа должна была быть грудь, чтобы вскармливать ребенка. С другой стороны, должны быть органы, которые вынашивали этого ребенка, ну и, наконец, органы зачатия, которые в том или ином виде все настоящие женщины, существующие, сохранились. Возможно, именно этот процесс нашел отражение в древнегреческом эпосе об андрогинах, двуполых существах, живших во времена Золотого века. Андрогины были настолько идеальными, что возгордились своей силой и красотой, и в конце концов задумали свергнуть богов. В наказание боги разделили каждого из них надвое и рассеяли по миру. И с тех пор люди обречены на поиски своей половины. Древние греки могли создать миф о бандрогинах на источниках атлантов. А атланты, соответственно, могли иметь те знания, которые были у лемурийцев. И, соответственно, они могли сказать, что существует история сначала существования двуполых людей, которые сочетали в себе и мужское, и женское начало, и, по сути, то являлись андрогинами. А потом они разделились на мужчин и женщин. Легендарная Атлантида по этой хронологии якобы пришла на смену лемурии около трех миллионов лет назад. Атланты унаследовали знания лемурийцев и многократно приумножили их. Легенды об Атлантиде дошли до нас благодаря древнегреческому философу Платону. Атлантида была очень развитой цивилизацией. Она находилась в Атлантическом океане, где-то между Азорскими или Багамскими островами, а, возможно, даже и Кубой. Атлантида была морской державой. Впервые Атлантида была упомянута в диалогах философа Платона примерно в IV веке до н.э. Ей посвящены сразу два трактата – Тимей и Критий. Платон поместил Атлантиду между Испанией, Марокко, Бермудским треугольником и Геркулесовыми столпами, то есть Гибралтарским проливом. Легенды наделяют Атлантиду и жителей Атлантиды совершенно уникальными качествами и способностями. Во-первых, сама Атлантида представлялась всегда отдельным островом или большим континентом, который был отделен от округи некоторым количеством круговых заборов. То есть иногда рисуют Атлантиду – это такой как бы слоеный торт, вверх идущий, и каждый уровень этого города, государства, он как бы стоял на… вот всё выше и выше и выше. Учёные всего мира до сих пор ожесточённо спорят о том, где именно располагалась Атлантида. По самой популярной теории, северная оконечность легендарного материка лежала чуть западнее Испании. На востоке Атлантида захватывала Шотландию, Ирландию и северную часть Англии, а юго-западная часть континента доходила до того места, где сегодня находится Рио-де-Жанейро. Это была поистине огромная земля. Платон говорит, что она погибла в истинном понте, истинный понт – это Атлантический океан. Алгомера, Одиссеева спутники наблюдают так называемые пляски богини Элс. Это полярное сияние. Полярное сияние в Средиземном море не увидишь. Значит, греки выходили в Атлантический океан. Это доказывает, что раз они плавали там, значит, Атлантида могла быть там. Еще в начале 80-х Московский институт океанологии снарядил две экспедиции научно-исследовательского судна «Витязь» для пробных погружений подводного водолазного колокола. Исследования проводились примерно в 500 километрах к западу от Гибралтарского пролива, в районе подводного пика Ампер, который входит в систему подводных гор Хосшу. Известный океанолог Александр Городницкий утверждает, на дне Атлантического океана они обнаружили загадочные объекты, по виду похожие на древние строения. Гора Ампер – это париовулкан, погасший около 7 миллионов лет назад, которая, значит, огромная гора, которая покоится на глубине 5 километров, а ее плоская вершина на глубине всего 150-200 метров. И вот на этой плоской вершине, при подводной съемке, и потом при погружениях на подводном обитаемом аппарате «Арпус», мы нашли какие-то странные сооружения, которые напоминают следы домов, стен, даже ворот, которые как бы являются развалинами древнего города. После этих находок Городницкий попытался расшифровать диалоги Платона об Атлантиде с точки зрения современных наук о Земле. По его мнению, подводные горы Хашсу были когда-то огромным архипелагом. Мне, в частности, группа островов, группа подводных гор, на одной из вершин которых было найдено вот это странное сооружение, которое напоминает развалин древнего города, что эта группа подводных гор когда-то была островами. Вот это гораздо важнее. А раз были острова, и что они затонули катастрофически быстро, и что затонули в историческое время, то есть тогда, когда уже была цивилизация на Земле, да? А раз это так, значит, там могла быть Атлантида. Выводы Городницкого перекликаются с результатами экспедиции французского ученого Жака Колина Жерара. Он обнаружил большой затонувший остров у входа в Гибралтарский пролив. Все получилось случайно. Я не пытался найти Атлантиду. Я ей особо не интересовался. Но я геолог. Я специалист по истории первобытного общества. И я ныряльщик. Мне интересно то, что находится под водой. И в 2001 году в Марокко мой коллега спросил, почему бы мне не заняться топографией пролива между Танжером и Испанией в Гибралтарском проливе. Жерар и его коллега начали подробно изучать карты. У входа в Гибралтарский пролив опытный глаз ныряльщика заметил в топографии дна нечто похожее на затонувший остров. И я как бы в шутку сказал, что вот 3000 лет все ищут остров в Гибралтарском проливе. А может, это он и есть, только чуть дальше. Может, мы нашли Атлантиду. В общем, это было сказано в шутку. Но потом это не выходило у меня из головы. Я решил заняться этим вплотную. Стал изучать другие карты. И я стал изучать тексты Платона. И заметил, что совпадений очень много с его описаниями. Знаменитый американский спящий пророк Эдгар Кейси не раз описывал Атлантиду. Будучи человеком не слишком образованным, Кейси тем не менее рассказывал об исчезнувшей цивилизации подробности, которые известны только узкому кругу специалистов по древним текстам. Он утверждал, что Атланты существовали, и история, рассказанная Платоном, основана на реальных событиях. По словам предсказателя, та цивилизация была весьма высокоразвита. И Атланты как раз по мнению Кейси и были началом всего того, что сейчас происходит на Земле. Всех тех движений, развитий человеческих и духовных, и технократических, и общественных. У всего этого, у истоков всего этого, стояли, по мнению Кейси Атланта, судя по его прозрениям, которые он делал в состоянии медитации, в состоянии транса. Кейси утверждал, что у жителей Атлантиды были высокие технологии, летательные аппараты и источники неиссякаемой энергии. Эдгард Кейси занимался тем, что в состоянии транса рассказывал людям об их проблемах со здоровьем и об их прошлых жизнях. Часто, рассказывая людям об их прошлых жизнях, он видел их инженерами, знавшими секреты летательных аппаратов, которыми пользовались в Атлантиде. Воздушный флот Атлантов был весьма разнообразен. У них якобы были и военные суда, и огромные пассажирские лайнеры, и одноместные летательные аппараты. В Атлантиде, как предполагается, они назывались «Вайликси». Существовали различные виды этих кораблей. Некоторые из них имели форму сигар. Представляли собой цилиндры с окнами по бокам, но крыльев у них не было. Другие по форме напоминали диск и были похожи на летающие тарелки. У третьих были крылья, и они очень сильно смахивали на современные самолеты. Исследователи до сих пор не могут понять, на какой энергии летали в «Вайликси». Ясно одно, ничего подобного человечество пока не придумало. Эдгар Кейси утверждал, что в Атлантиде были особые кристаллы, позволяющие получать энергию. Кристаллы передавали энергию прямо в атмосферу, и эта энергия могла питать двигатели летательных аппаратов. Возможно, эти кристаллы были установлены на вершинах гигантских пирамид, построенных атлантами по всему миру, таких как пирамиды Хеопса. Они направляли энергию в воздух. Энергия, которая была необходима, чтобы воздушные суда могли летать. По словам Кейси, атланты добились фантастических успехов и в строительстве. При этом они пользовались инструментами и технологиями, которые показались бы совершенными и сегодня. Представьте себе, они владели механическими инструментами, гигантскими пилами, которые могли резать гранит, как теплый нож, масло. Они были в состоянии передвигать огромные каменные блоки, как будто с помощью какого-то левитационного луча или антигравитационных сил, которые, как по волшебству, поднимали предметы в воздух и ставили их рядом друг с другом. Все исследователи сходятся в одном. Цивилизация атлантов на многие тысячелетия превосходила человеческую. Цивилизация Атлантиды отличалась от всех окружающих цивилизаций тем, что она была слишком современной для своего времени. Потому что, если верить Платону, то в Атлантиде была выплавка металлов, чего не было в эти времена. В Атлантиде было мореплавание, навигация, градостроение и многое другое, чего, в принципе, в ту эпоху, даже если брать шумеров или какие-то другие древние цивилизации, вообще не было. Все это было значительно позже. Многие из описываемых технологий для нас и сегодня остаются недостижимыми. Так легендарный орехалк, упомянутый античными авторами, как металл атлантов, сплав золота, меди и каких-то неведомых металлов, не удается получить даже с помощью новейшего оборудования. Кстати, якобы из него был сделан щит Геракла, который нельзя было поразить никаким человеческим оружием. Возраст этого металла – это примерно 9 тысяч лет. Вот самая начальная фаза. В прошлом году, кстати, нашли возраст, ну, примерно такого возраста, рудник в Сербии где-то. Значит, смысл вот в чем. Сплавы золота и серебра, они разделенные, они найдены уже. И у них и внешний вид похож на вот эту орехалка. И они обладают всеми вот этими качествами, которые описаны в Атлантиде. Может быть, вот этот природный минерал, то есть природный сплав, он и был прообразом этого сплава, который был в ходу у атлантов. Однако жители Атлантиды превосходили людей не только в области высоких технологий. Главное, что отличало атлантов – сверхспособности. Там были прекрасные мужчины высокого роста, очень красивые женщины. Они занимались йогой, они левитировали, путешествовали в пространстве, во времени. Кинез, телепатия, телепортация, высочайшие техники гипноза – вот лишь малая часть того, что приписывали атлантам легенды. Современные исследователи уверены – все это вполне могло быть на самом деле. Дело в том, что человеческий мозг, как говорят современные ученые, работает, в 19 веке утверждали на 5%, сейчас утверждают, что на 10% работает. А где же остальные 90%, которые могут быть задействованы в работе человеческого мозга? Они не включены. И многие свои генетические способности люди совершенно не знают, о них не имеют представления. А атланты могли владеть этими способностями, и способность клевитации у них была развита, поскольку мы встречаем в различных источниках, в том числе и мифологических упоминаний об этом. Некоторые исследователи выдвигают фантастическую теорию, которая объясняет волшебные возможности атлантов. Якобы в жителей Атлантиды вселились души жителей погибшей планеты Фаэтон. Существует у некоторых ученых, но, скорее всего, теософов, такая гипотеза, что атланты были носителями душ, ранее принадлежавших фаэтонянам, жителям планеты Фаэтон. Мы знаем, что существуют мифы о планете Фаэтон, греческие мифы, что Фаэтон – это сын бога Гелиоса, и он попросил однажды у отца покататься на колеснице, но не справился с управлением, обжег Землю, и Земля Гея взмолилась о помощи Зевсу, и Зевс был вынужден убить Фаэтона, поскольку иначе погибла бы Земля. Планета Фаэтон находилась между Марсом и Юпитером. По одной из гипотез она была обитаема. Жители Фаэтона в глубочайшей древности прилетали на Землю, и так сохранились сведения об их существовании. Вполне допустимо, что атланты, а ранее лемурийцы, общались с ними и даже обменивались технологиями. После своей гибели Фаэтон превратился в пояс астероидов, а его жители погибли. И они могли после гибели Фаэтона вселиться в Атлант. Они могли продолжить развитие цивилизации своей в облике Атлантов на Земле. И если исходить из этой гипотезы, то тогда атланты могли быть продолжателями Фаэтоня. Как и от чего погибла Атлантида? Однозначного ответа до сих пор нет. По указанию Платона, случилось это за 9,5 тысяч лет до нашей эры. Причиной гибели целого континента стал глобальный катаклизм. Но что послужило его причиной? У ученых есть две основные версии. Согласно первой, Атлантиду погубила природная стихия – астероид, землетрясение или вулкан. Атлантида погубила огромная тектоническая катастрофа, которая привела, видимо, серию землетрясений. Когда мы уходим за Гибралтарский пролив налево там, на запад, то там продолжается Средиземное море огромные трещины. Трещины носят на зоне Азора Гибралтарская система разлом. Это идет аж до Азорских островов. И вот именно в этом месте, как на Шампуре, сидят эти островные архипелаги на оси этой трещины. По словам Александра Городницкого, во время одного из землетрясений, группа островов, на которых могла располагаться Атлантида, катастрофически быстро утонула. Ученый уверен, эта версия гибели Атлантиды наиболее похожа на события, описанные Платоном. Ну, там, если верить Платоном в один бедственный день и одну бедственную ночь, ну, такие вещи тоже бывают, надо сказать. Мы знаем ряд случаев, когда вулканические острова возникают, например, все быстро уходят, потом снова возникают. Сторонники второй версии считают, что причиной гибели Атлантиды стали действия самих атлантов. Они достигли таких вершин в технологиях, что возомнили себя богами и нарушили вселенские законы природы. Когда наступил перелом в их развитии, к чему, в принципе, может привести развитие технократической цивилизации, они стали охотниками за обогащением, за богатствами, за золотом. И это послужило причиной их гибели. Это привело их к краху. Поскольку духовный уровень, высочайший духовный уровень, которого они достигли во время своего развития, стал стремительно падать. По этой версии, заигравшиеся в могущество Атланты неправильно распорядились своими знаниями и нарушили баланс планеты. Это стало причиной техногенной катастрофы. Что это могло быть? Война? Экологическая катастрофа? Или неудачный эксперимент? Ну, как все цивилизации, естественно, их погубило стремление к власти, к деньгам и к золоту. Поэтому там был проведен атомный взрыв, земля опустилась, и на этом месте находится сейчас Атлантический океан. Однако погибли далеко не все. Ведь к тому моменту Атланты жили не только в метрополии, но и в многочисленных колониях. Одна из самых крупных располагалась, предположительно, в Эгейском море, на острове Тира. Сегодня его называют Санторини. Атланты, которым был свойственен высокий уровень развития их общества, культуры, духовности, науки, могли осваивать современные им территории и могли основывать колонии. И вот Санторини вполне вписывается в контекст этой гипотезы, что он мог быть колонией атлантов, их поселением. И уже после катастрофы, когда основной материк, архипелаг, называемый Атлантида, погиб, то какие-то колонии, где жили представители Атлантиды, они все-таки остались, уцелели. Сегодня, путешествуя по Санторини, можно услышать рассказы о том, что именно на этом острове и располагалась легендарная Атлантида. Однако большинство ученых уверены, что это не совсем так. Во-первых, геологи доказали, что остров Тира погиб от взрыва вулкана не позднее, чем за полторы тысячи лет до нашей эры. В то время как Платон утверждает, что Атлантида погибла восьмью тысячелетиями ранее. Во-вторых, Платон довольно точно указал ее местоположение. Там, где Платон указывал, где она должна была погибнуть, то есть по ту сторону Геркулесовых столбов, то есть Гибраторского пролива, в истинном понте, то есть в Атлантическом океане. Кроме того, Тира даже до взрыва была совсем небольшим островком. Столь могущественная цивилизация не могла сформироваться на таком клочке суши. Тем более, что Платон указывал, что Атлантида превышала своими размерами Ливию и Азию вместе взятые. К тому же, в момент гибели Тиры в Средиземноморье уже существовало несколько развитых человеческих государств. Египетская, Финикийская, Шумерская, Крита-Мекенская. А значит, об Атлантах осталось бы гораздо больше информации. Я склоняюсь к той версии, к той гипотезе, что всё-таки Санторини является колонией Атлантиды. И там была эстафета культуры и эстафета развития духовного и дальнейшего общественного развития, научного развития и развития технического, которые мы наблюдаем в этих древних культурах. На Санторини были найдены удивительные вещи. Из-под 40-метрового слоя вулканического пепла откопали целый город двух-трёхэтажных домов, которые были оборудованы водопроводом и канализацией. Стены зданий украшены прекрасными фресками. Они, на удивление, хорошо сохранились. На Санторини были обнаружены интересные артефакты, в том числе и поселения, которые также можно причислить к колониальным поселениям Атланта. Там есть те артефакты, что указывают на древность этих поселений, на то, что там существовали представители про цивилизации, поскольку те предметы, которые найдены, и те поселения, они ещё существовали до Минойской культуры, до Минойской и до Критской культуры. Атланты колонизировали не только Тиру, но и соседний остров Крит. Раскопки, проведённые там, тоже дали немало сенсационных находок. У нас есть доказательства того, что на острове Крит люди жили примерно за 150 тысяч лет до нашей эры. Это стало очень неожиданным открытием. И это не были гомо-сапиенс. Мы говорим совсем о другом. В критском городе Фест археологи в начале 20 века нашли артефакт, назначение которого до сих пор остаётся загадкой. Глиняный диск диаметром всего 15-16 сантиметров и толщиной в 2 сантиметра. Он с обеих сторон был покрыт оттисками загадочных знаков, расположенных по спирали. Подобного не найдено больше нигде. Расшифровать их пока не удалось. Фестский диск представляет собой очень странный объект. Он уникален. По предмету, если он уникален, трудно определить культуру, из которой он произошёл. Иероглифы, нанесённые на диск, не имеют никакой связи с критской письменностью. Это что-то другое. Но мы не знаем, откуда это. Метод, которым изготовлен Фестский диск, можно назвать прообразом книгопечатания. Только вместо бумаги его создатели использовали глину. А сама надпись выдавлена с помощью 45 штампов, тщательно вырезанных из какого-то твёрдого материала – дерева, металла или камня. Вряд ли кто-то стал бы мастерить такие гранки ради того, чтобы оттиснуть одну единственную надпись. Некоторые учёные считают Фестский диск обыкновенным учебником, который во множестве выпускались в Атлантиде. Это тот артефакт, который может навести нас на мысль о том, что это является передаточным звеном перехода от Атлантов к человеческой цивилизации. Но каковы знания, которые зафиксированы на Фестском диске? Что хотели нам передать представители про цивилизации Атланты, возможно, лемурийцы, записав на этом Фестском диске, пока неизвестно. Появление колонистов из Атлантиды могло дать мощный толчок в развитии зарождающейся в Средиземноморье античной цивилизации. Любимцами Атлантов были минойцы, населявшие Крит и окрестные острова. Именно с ними атланты щедро делились своими знаниями. Минойская культура, как высокоразвитая культура, являлась, возможно, продолжением культуры про цивилизаций, потому что там были генетические галогруппы G2. Вот эти генетические галогруппы G2 — это люди, относящиеся к этим группам, которые сейчас населяют остров Крит. До этого они населяли достаточно большую часть античного мира. И это является тем генетическим ДНК, который, возможно, связывает представителей про цивилизации с земным миром, с земной расой. Носители минойской культуры могли быть потомками или воспитанниками Атлантов и стали их преемниками. И те высокие достижения культурные, которые они демонстрировали в развитии своего общества, в развитии своего искусства, в развитии тех направлений человеческой деятельности, которые археологи обнаружили при раскопах, такие как строительство, такие как производство, скажем, продуктов питания, такие как производство посуды, глиняная посуда у них была гончарная, дело развито. Это, конечно, тоже указывает на то, что это была одна из колоний Атлантиды. Вполне объяснимо, что люди наделяли своих учителей божественными качествами. Ведь они так разительно отличались друг от друга. По мнению ученых, первые атланты были гораздо крупнее людей. По разным источникам их рост варьировался от 3 до 5 метров. К тому же они были белокурыми, светлокожими, светлоглазыми и более изящными, чем местное население. Постепенно, постепенно, вот эти вот первые существа, которых уже, ну, как бы, нарождавшиеся тогда на планете протогоминиды, ну, то есть, условно говоря, местные, обезьянки там эти, потом превратившиеся из обезьянок в протогоминид существа, естественно, должны были считать богами, поскольку эти существа, обладавшие большей силой и большими размерами, и, главное, значительно большими способностями, которыми сейчас бы назвали парапсихологическими. Главной божественной чертой атлантов были их уникальные способности. Они летали по воздуху, управляли погодой и стихиями, превращались в животных, мгновенно перемещались в пространстве, умели исцелять неизлечимые болезни и одним ударом уничтожать города и армии. И что такое Зевс был громовержцем? При помощи устройства какого-то, или не устройства, или силой своей мысли он вызывал электрические разряды. Это сферспособность, и очень мощная. Посейдон двигал огромные морские массы, масса, то есть фактически запускал в действие некоторые электромагнитные силы, как бы мы сейчас объяснили, которые там закручивали водную массу, или там нагревали, охлаждали, так сказать, какие-то участки океана. Сейчас уже неважно, летал ли Гермес при помощи антигравитационных сандалей, или же поднимался в воздух силой мысли. Главное, что люди так не умели, а значит, по их меркам, Гермес мог быть только богом. Гермес перемещался при помощи левитации, хотя, в общем-то, создатели мифов это связывают с его волшебными крылатыми сандалями, но волшебные крылатые сандалии Гермеса выступают в мифе не более чем атрибут. При всем своем могуществе атланты все же не были богами, бесстрастными и безупречными. Возможно, именно поэтому Зевс и другие олимпийцы в древних преданиях удивительно похожи на людей. У них нет ни птичьих голов, ни звериных хвостов. Они совершают ошибки и иногда признаются в этом. Хотя для простых жителей это тоже были боги, но они были наделены всеми такими уже человеческими качествами. Любовь, зависть, гнев, добродетель и так далее. Все у них присутствовало почти как у людей. Они уже мало отличались от людей. Каждый из богов обладает полным набором вполне человеческих черт характера. Как плохих, так и хороших. Склочные, ревнивые, блудливые, мелочные и при этом справедливые, благородные, благодарные и любящие. И многие другие мифы, где Зевс выступает, как Зевс громовержец, повелитель всех сил природы, который метает громы и молнии в провинившихся, который олицетворяет высшую справедливость. Возможно, атланты в самые лучшие времена своего развития, когда они были расой высокодуховной, являлись образцами и мерилами справедливости. И это нашло свое отражение в греческих мифах. И боялись и уважали своих богов. Но при этом относились к ним, как к хорошим знакомым. Ведь олимпийцы активно участвовали в жизни своих подопечных. Гуляли на перах. Выходили помахать мечом на полях сражений. И с большим прилежанием улучшали человеческий генофонд. Свидетельство усердия древних богов на этой ниве можно найти не только в античных легендах, но и в Библии. В книге Бытия говорится о том, что сыновья Божии спустились к людям на землю. Они были либо людьми огромного роста, либо представителями иных миров. Часто отмечается, что у них была большая голова. В Библии говорится о том, что сыновья Божии увидели дочерей человеческих, и те показались им привлекательными. И они брали их в жены. Впрочем, такая практика нравилась далеко не всем. Наиболее консервативная часть атлантов ратовала за чистоту крови и была категорически против столь тесного общения с примитивной расой. По этому поводу в колонии бушевали нешуточные страсти. Их отголоски до сих пор звучат в легенде о битве богов-олимпийцев с титанами. Титаны тоже очень интересная страница в истории мифологии и в истории культуры человечества. Что это за представители про цивилизации? Может быть, это результат борьбы кланов атлантов, партии атлантов, которые боролись друг с другом? Возможно. Битву богов и титанов исследователи с полным правом называют войной отцов и детей. Титаны – второе поколение богов, дети урана и геи, олимпийцы – третье поколение. Согласно мифам, они ниже ростом и в целом ближе к людям. Титан, на самом деле, титаны, главнее, чем олимпийские боги. Это боги третьего, как бы, уровня, третьего поколения. Азиевс, там, и все вот это вот олимпийское когорта богов – это такие, в общем-то говоря, уже совсем маленькие их дети. Война титанов и богов. Вот, на самом деле, война, как бы, одних еще, представьте, одной, как бы, расы, вот, титанов, с представителями же, как бы, новой, как бы, вот, новой формации. Важное отличие титанов и богов олимпийцев именно в отношении где-то рождения. Если младшее поколение, не задумываясь, оставляло потомство везде, где придется, то титаны были очень избирательны. Семейная жизнь титанов тоже очень интересна. У них не так много детей. И вообще, такое число титанов, которых описывают древнегреческий миф, очень ограничено. Я сейчас не помню, вам 12 или 8 человек всего, ну, не человек, а титанов. Правда, среди них половина на половину женщины и мужчины. По одной из гипотез, пока Атлантида не погибла, Атланты-колонисты жили более замкнуто и были более избирательными в связях. К тому же, при той разнице в росте, которая поначалу была у людей и Атлантов, полубоги могли появляться на свет лишь с помощью генетических экспериментов. Возможно, мифы о леди и лебеде, Таная и золотом дожде, Ио и облаке как раз и стали отголосками непривычных древним людям способов зачатия. Если говорить нынешним современным таким языком, что Атланты могли своих детишек как бы в пробирках зачинать, условно говоря. Если говорить об Атлантах как о людях большого роста, то, наверное, у них были бы проблемы, чисто физические проблемы, как вступать в взаимодействие с обыкновенными земными женщинами, рост которых был тогда где-то метр сорок, может быть, метр шестьдесят максимум. Венера Миловская очень маленькая была, а Атланты, гиганты, ну, понятно, там под три метра. Однако, несмотря на очевидные внешние различия и разницу в габаритах, смешанное потомство двух раз получалось вполне жизнеспособным. Это еще раз доказывает родственную природу людей и Атлантов. Чтобы Атланты нормально скрещивались с людьми, люди должны были располагаться генетически достаточно близко к ним. Либо нужно было сделать какой-то такой пассаж, например, взять всю генетику человека, грубо говоря, стереть ее и на нее место поставить полностью генетику Атланты. Вот сказать это легко, а сделать это практически невозможно. На сегодняшнем уровне знаний. Поэтому, скорее всего, люди Атланты они были, так скажем, одного корня. Впрочем, генетические эксперименты Атланты ставили не только над людьми. В результате на свет появлялись как чудовища вроде медузы-горгоны и минотавра, так и вполне симпатичные гибриды, например, кентавры. Вот откуда они появились? Их родила туча, потому что однажды некий титан возжаждал Афродиту, но получив отказ, настолько возбудился, что сплеснул семя, которое пошло в тучу. Она даже оскорбилась Афродиту вот этим обстоятельством и прокляла эту тучу. И из тучи получились кентавры, то есть полулюди, полулошади. Вот какой был гнев богиням. Все эти чудовища оказались крайне нестойкими и быстро вымерли. Полукровки люди оказались гораздо более живучими. Они не только выжили и дали потомство, но и заняли лидирующее положение среди своих соплеменников. Ну вот с людьми опты более-менее удачно пошли. И, что интересно, в мифологии греческой четко прослеживается родословная связь всех царей, древних царей, хоть в десятом поколении, от богов, так или иначе, в той или иной мире. Никто из царей древней Греции, никто не был просто там каким-то диким пастушком, обязательно у него в роду были какие-то те, кого называют богами. Постепенно атланты, жившие в колониях, мельчали. После гибели Атлантиды из-за резкого сокращения популяции этот процесс пошел особенно быстро. Вскоре их размеры были уже вполне сопоставимы с человеческими. Однако на людей атланты по-прежнему производили неизгладимое впечатление. То есть это рост примерно метр восемьдесят два, допустим, десять, длинные ноги, как у современных европеоидов, белая кожа, прямой нос, ну, то есть европейского вида человека. Древнеримляне и древнегреки имели рост примерно около 140 до 150 сантиметров и короткие ноги. Поэтому, когда перед ними появлялся атлант, который превосходил примерно на полметра мужчин, например, то, конечно, для них это было каким-то гигантом. Самыми красивыми среди богов Олимпа люди считали златокудрых Аполлона и Афродиту. Среди племен, населявших Эладу, не было светловолосых. Неудивительно, что при виде такой красоты люди не могли остаться равнодушными. А у богов атлантов в этом деле был свой интерес. Им нужно было избежать кровосмешения. Они вступали в взаимосвязь с местным населением, которое было меньше их ростом и, самое главное, не обладало такими телепатическими возможностями. Но как-то жить-то надо. Вот они вступали в эту взаимосвязь и рождались дети. То есть, вообще-то образовывалась некая семейственность такая. И внутри этого клана, семьи, народа, рода, из уст в уста передавались какие-то знания, рассказы, которые потом превратились в мифы, в легенды и так далее. Постепенно потерявшие митрополию атланты вливались в расу людей. Их потомки чаще всего занимали высокое положение в обществе. Поэтому среди сильных мира сего до сих пор есть немало носителей генов древних богов. Сегодняшняя генетика показывает вот какую интересную штуку. К роду атлантов принадлежали например тот, что Тунхамон. У него такая же генетика была. Ну и Николай Второй наш царь допустим. Культура Атлантиды, впитав в себя культуру погибших цивилизаций Гипербореи или Мории, трансформировалась в европейскую, а затем уже и в общемировую. Поэтому для большинства исследователей и ученых следы атлантов ненаходимы, потому что затерялись среди нас людей пятой расы, ибо мы вышли из четвертой расы атлантов. Писал известный атлантолог Александр Воронин. Не случайно считается, что архитектура, мода, убранство Атлантиды выглядели так же, как культура древней Эллады. Достоверно это или нет, но трагичная история атлантов урок для нынешней цивилизации.